Леночка, спасибо тебе большое, что ты сегодня к нам пришла. Давай сразу начнем, наверное, по порядку. С самого детства. Расскажи, пожалуйста, нам, как ты начинала свой путь к игрунному катанию. Вот с первых шагов, кто тебя привел, зачем вообще это все нужно было? На самом деле, это была очень забавная история, потому что у меня в детстве были очень косолапые ноги. И уже родители что-то только не делали, массажи, всякие упражнения. Но именно правая нога у меня почему-то не выравнивалась. И папа говорит, ну, значит, надо ее на коньки поставить все-таки. Как хочешь не хочешь, придется ноги правильно ставить. Вот. Ну, и так вот и затянулось это. Ну, сколько на 15 лет. Вот. Поэтому у меня родители абсолютно никакой цели не преследовали, чтобы отдать мне в спорт, а вообще и старать здоровье. Ну, хорошо. А тогда расскажи, какие твои были первые соревнования вообще? Каким образом ты тогда, если вы начали просто для здоровья заниматься, тем не менее, был какой-то по-любому переломный момент, когда все-таки пришлось выбирать, наверное, да, потому что мы все прекрасно знаем, что очень сложно совмещать, например, школу, да, и спорт. То есть здесь в какой-то определенный момент по-любому пришлось сделать какой-то определенный выбор. Ну, свои первые соревнования я очень хорошо помню, потому что на них я выиграла первое место сразу. Вот. Конечно, до конца не помню, как это было, но, конечно, помню вот эту всю суету. Все дети бегают, спрашивают, а мы сегодня встанем на педестал или нет. Ну, и, в общем, получилось у меня встать. И, конечно же, переломный момент. Получился, когда вот как раз дети выбирали идти в школу или продолжать кататься. Но у меня как-то так получилось, что у меня уже стало времени и начало получаться. И мы даже не раздумывая, все-таки, я, конечно, не раздумывая знала, что я буду заниматься спортом, мама у меня все-таки как бы склонялась тоже больше к спорту, но она в то же время не хотела, чтобы я запускала учебу. Но и на самом деле учебу я никогда не запускала, потому что у меня каждый день, я пока в школе училась, были репетиторы дома. То есть я только в тренировки приеду, у меня какой-нибудь репетитор по-русскому. Между тренировками ко мне приходил репетитор по математике, по-английскому. И то есть мне повезло в том плане, что я смогла совмещать и спорт, и учебу, потому что у многих людей бывает или вот только спорт, или вот только учеба. Поэтому я очень благодарна моим родителям, что они мне дали возможность как бы не только заниматься спортом, но и в то же время учиться хорошо, потому что школу я достаточно хорошо закончила. У меня, получается, у меня эта золотая медаль не хватила одной пятерки. Да, но... Это не второе место. Это, наверное, начало перед чем-то большим, поэтому... Мерстаем! Спасибо! Спасибо! Продолжение следует...